Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2121, тема «Грех». «Почему Бог попускает приходить к святым людям таких людей, которые поносят, мешают творить дело Божие?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не обожженный горшок развалится от воды, дерево, стоящее среди других, имеет слабые корни. Кто не тренирует свое тело, здоровье того слабое. Бог допускает испытания для выявления любви верных. Так было у многих святых. 1 Петра 1,6-7 «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, похвалея честь и славе, явлении Иисуса Христа». Савве освященный. Память 5 декабря. Преподобному Савве шел тогда 48-й год жизни. В сие время явились в лавре некоторые иноки, развращенные платоугодники. Иуда 1,19 «Эти люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Как сказано в Писании, которые издавна несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчали. Так часто среди пшеницы вырастают клевелы и терн в винограде. Так и из числа апостолов один оказался предателем. И у Елисея был неверный ученик гиезий. Сие развращенные братья, лучше сказать лже-братья, замыслили зло на святого и пошли во святой град в патриарху с просьбой поставить им игумена. На вопрос, откуда они, они отвечали «Мы живем при одном пустынном потоке». Таким ответом они хотели скрыть имя блаженного Саввы, так как знали, что имя его славно и все с любовью помнят о нем. Много раз спрашивал их патриарх и добивался ответа «Откуда они?». Они против поля сказали, что они от потока, который зовется по имени некого инока Саввы. Патриарх спросил «Где же Савва?». Они же, не отвечая на вопрос, начали клеветать на блаженного, говоря, что это грубый, неумелый человек, что он не может руководить такую многочисленную братью, не может по своей грубости и невежеству управлять такую лаврой. Они прибавили к своей клевете и то еще, что Савва не сам не хочет принять посвящение и никому из братьев не позволяет. При этой клевете их перед патриархом случилось быть и нам одному честному и достопамятному мужу по имени Кирику, пресвитеру Преславной Церкви Воскресения Христова и Хранителю Животворящего Христа Господня. Услышав клевету, он спросил «Вы приняли Савву на то место или Савва вас принял?». Они отвечали «Савва принял нас, но он грубый, не может управлять нами, когда мы умножились». Тогда Кирик сказал им «Если Савва смог собрать вас в том пустынном месте, то тем более он может с помощью Божией и пасти вас». Они ничего не могли ответить на сие и замолчали, а патриарх, отложив испытания до утра, татчас послал за святым Саввою, с честью приглашая его как будто по какому-то другому делу. Прибыл блаженный, а патриарх ничего не сказал ему о клеветниках и клеветникам не сказал ничего и не обличал их, но татчас посвятил преподобного Савву, хотя и против его воли в пресвитера. Посвятив его, он сказал клеветникам «Вот вам, отец ваш и игумен вашей лавры, избранные свыше Богом, а не людьми. Я только утвердил божественное избрание». Сказав сие, патриарх взял с собой святого Савву и иноков тех и отправился в лавру, осветил созданную Богом, церковь благословил всю лавру и, наказав все братья повиноваться своему игумену блаженному Савве, возвратился назад. Отсюда он и получил наименование освященного, то есть по нынешнему словопотреблению, иеромонаха, ибо в те времена монахи и игумены вообще в редких случаях принимали священство. Пахомий Великий, день памяти 15 мая. Один инок проводил много ночей в непрерывном молитвенном вольствовании, услождаясь надеждою заслужить особенное уважение от людей. Пахомий убеждал его изменить образ жизни, говорил, чтобы он ходил в трапезу, когда призываются туда братья, и вкушал с ними пищу, только не до полного насыщения, чтобы совершал такое количество молитв, какое назначено всем инокам, чтобы по выходе из келии был ко всем любезен и не казался мрачным. Конечно, не следует покидать и своих подвигов, так как и это было бы угождение сатане, но надо бы все делать ради Бога, не давать дьяволу место в сердце своем. Когда этот инок продолжал действовать по-прежнему, опасаясь, как бы не показаться братьям слабым и жалким, Пахомий опять настойчиво советовал ему ослабить свои подвиги. Много раз он напоминал тщеславному иноку свои прежние наставления, и, наконец, сказав ему, что он дойдет до состояния безумия, если будет упорся в своем пристрастии к внешним подвигам ради уважения от других, а не ради умершления страстей, но монах делал по-своему, и предсказание Пахомия исполнилось. Тщеславный монах, более и более надмиваясь гордостью по причине своего наружного благочестия, дошел до безумия, до самозабвения. Он готов был даже убить святого Феодора. Когда Ава послала его отвлечь этого инока от его тщеславной и Богу неугодной молитвы, к счастью, руки его, протянутые с обрубком дерева, они мели, и он только неистово кричал на Феодора, называя его врагом Божьим. Долго он был в таком жалком состоянии. Пути Господни нам непостижимы, куда управить Аврааму стадо? И нет забот, что не пожаты нивы, а главное приказ — виденье надо. Шатры снимают кладбище любимых, и ни при чем испуг и непогода. Нас все дороги доведут до Рима, а нам туда как раз и неохота. Что дальше? Где небесный Ханаан? Где веловодье, шамбала разутых? Там солью не растравливают ран, наручники забросят, снимут путы. В страну Аркадию, в заброшенный Эдем, свобода заведет скитальцев бедных, и горы книг, симфоний и поэм о неизвестности не нами были спеты. Бог ежедневно вносит коррективы нам исправлять кривизны каблуком. Читайте Библию, а не мирское чтиво. Не стать бы овцем пищей для волков, его пути, его святой маршрут. Не выверить по картам в институтах терпение и труд, все перетрут. Не дайте вымыслам писание опутать. Что мнение наше, опыт и талант, когда они не взвешены Иисусом, О нас его забота Божий план, а домыслы, комариков укусы, Синеет небо или в облаках той высоты проекция на землю. Коррекция случается слегка, когда мы в трясине по ось засели. Не прикословить, послушанье плыть, да парус распустить веленью духа. Дымят по стойбищам походные котлы, на раскаленном не узреть заразы мухи. 23 сентября 2003 года Игнатий Лапкин